Выступая с посланием народу Казахстана, глава государства подчеркнул, что идея увеличения лесных массивов должна стать по-настоящему народной. Президент также отметил необходимость улучшения экологической ситуации и формирования бережного отношения к окружающей среде. Какие работы по охране и увеличению лесов ведутся в Уральске, узнавал наш корреспондент. В настоящее время основными проблемами в городе остаются лесные и степные пожары, которые приносят значительный ущерб экосистеме региона. Чтобы восстановить лес после пожара, нужно 10-15 лет, отмечают специалисты. Для решения проблемы лесных пожаров необходимо усиление контроля и внедрение дополнительных мер по охране лесных ресурсов. С целью предотвращения лесных пожаров в выходные и праздничные дни мы организуем рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками департамента и управления по чрезвычайным ситуациям области. В Уральске активизировались работы по озеленению и посадке деревьев. За текущий год планируется охватить 350 гектаров территории. 70 из них уже были посажены весной. Граждане также играют важную роль в поддержке этих инициатив. Сарымжан Айджанов вместе со своим 10-летним сыном занимается озеленением города. Мы вот в данный момент посадили в августе месяце в Ханской роще около 60 отростков амурского бархата. И неделю назад мы их поливали, ходили, проверили. Отростки хорошо взошли, можно сказать, принялись. И в дальнейшем будем также их следить за ними. Вот мы колышки хотели прибить, чтобы люди замечали, нечаянино не наступили на них, например. Сейчас Сарымжан Айджанов вместе со своим сыном собирается посадить деревья в перевалочные рощи, включая сосны, березы и ели. В общем, они планируют высадить 150 саженцев, чтобы внести свой вклад в озеленение и улучшение экологической ситуации в городе.